Всем привет, дорогие друзья! Перед обзором очень большая просьба, друзья, подпишитесь на мой телеграм-канал, на ВК-видео, Рутюб, Яндекс.Зен, ссылки внизу в описании. Если вы еще не подписаны на YouTube-канал, тоже, пожалуйста, подпишитесь. А YouTube блокируют, замедляют, не пойми, что происходит. Если вам неудобно здесь смотреть с VPN, на тех площадках вы посмотрите это все без проблем в любое время, с любого устройства, друзья. Ну, а мы с вами начнем сегодня обозревать колясочку от компании Ruan, моделька серии BuzzNext с приставочкой Classic. Как вы видите, здесь у нас классическое шасси с классической системой амортизации, такая с перегибом, и четыре надувных колеса. Видите, да? Это тот самый вариант. Есть, знаете, категория граждан, клиентов, которые приходят к нам в сеть магазинов и говорят, нам нужно вот классическую раму на надувных колесах, чтобы она была неповоротная. Вот, пожалуйста, есть очень достойный вариант. На самом деле у нас в ассортименте практически все с поворотными колесами, потому что, в конце концов, это удобнее. Но для старой школы, вот у нас есть хорошее предложение за абсолютно адекватный прайс, друзья. Сверху вниз начнем мы ее изучать. Комплектация будет два в одном. У меня сегодня будет помощник рулетка, потому что не успели еще. Знаете, мы всегда, нас в магазинах замеряем лично все параметры коляски, чтобы указать их на сайте, потому что производитель иногда дает не совсем достоверную информацию, поэтому мы перемеряем, чтобы быть уверенным в том, что мы пишем у себя на сайте. Поэтому рулеточка мне сегодня будет помогать. Вот, что сразу скажу. Предыдущие две коляски Ruan Buzz Next без приставки классик. Я уже делал обзор на канале на своем. Потом мы снимали еще Ruan Sol Luxe. Это такая, знаете, премиальная колясочка за адекватный прайс. Реально очень хорошие колясочки, стилевые. Вот. Ну и вот пришло время рассказать вам про классик версию. И к чему говорю? У этих двух моделей разная ткань. В Buzz Next это такая жесткая, плотная ткань. Приятная на ощупь, спору нет. В Sol Luxe более мягкая, такая, знаете, бархатистая ткань. Здесь же что-то между. Более-меле мягкая, более-менее плотная ткань. Действительно достойная. Тут вопросов нет. И она выглядит, знаете, так вот четенько. Вся вот таким кубиками все прошито. Как по мне стильненько. Давайте про козырек сразу. У нас получается в козырьке есть вот такое вот окошечко для проветривания. Вот такой он у нас сам по себе размером. Чтобы его регулировать, кнопки у нас спрятаны снаружи. Я сразу их и не нашел, потому что ищешь обычно внутри, а они снаружи и по тканью. Как по мне, решение прикольное. Они нигде вас не напрягают внешним видом. Кнопки, круглые такие штучки, иногда бесит немножечко. Так, вот этот козыречек можно, естественно, завернуть. Также у нас идет накидочка на ножки для ребенка. Вот с таким большим бортом с отверстием для того, чтобы могли смотреть. Но это, в смысле, не дырка. Это все закрыто прозрачным пластиком. Все крепится на магнитиках. Все на своих местах. Вот как по мне, сделано достойно. Вот. И крепится она к коляске. Накидочка с помощью замка. Замок полностью прорезинен. Он герметичен. Вода туда не попадет. Вот так сбоку открыли. И все, у нас появляется доступ к ребенку. Кстати, вот накидочка на ножки от прогулочного блока. К нему мы попозже подойдем. Вот. И, соответственно, откинули. И все. У нас большой, удобный доступ к ребенку. И что мы здесь видим? Куча места. Дно вентилируемое. Плюс есть секция, чтобы можно было, вот это беленькое, посадить ребенка. Когда уже подрастет чуть-чуть, ближе к полугода. Иногда они подтягиваются. Сесть, соответственно, без проблем. Можно это ребенку организовать. И вот пришло время помощника моего. Давайте замерим глубину, длину и ширину. Давайте ширину. Как я мерить буду? Я упираю просто во что уперлось сбоку. И с той стороны так же. И смотрим, что мы получаем. Ну, смотрите, с натяжкой 35, 36, 35. Плюс-минус 35,5. Где-то так. У нас вот в этом месте ширина. Это самое широкое место. Глубина. Уперся в матрасик. 21 сантиметр. Дальше. Меряем длину. Длина здесь, друзья, приличная. 88. Давайте я еще раз померю. Что-то я прям ошибся чувствую. Не 88. Так. 77. 88 это прям заоблачная цифра в люльках. В общем, люлька большая. В любом меховом, флисовом, там хоть на цельной шкуре, хоть дорогущий конверт. Спокойно сюда поместится. И в любую непогоду ребенку будет тепло. Так, давайте теперь снимем. Посмотрим на дно. Что мы здесь имеем? Вот вентиляция, друзья. Спокойно летом будет проветриваться. Дно пластиковое. Жалко, нет отдельных прорезиненных ножек. Но это не из эко-кожи. Но поэтому смело ставим на землю. И не паримся, что с ним что-то произойдет. Так. К сумочке попозже. А сейчас прогулочный блок. Прогулочный блок, друзья, здесь очень хороший. Он реверсивный, естественно. И по ходу, и против хода движения мы его ставим. Все, щелчок, щелчок. Вот эта самая накидка на ножки. И полностью, прям вот так вот закрывает ребенка. Плюс, если мы это все откроем, он просто полностью там прячется, малыш. В общем, крайне полезная вещь. Она очень толстая. Она непродуваемая. Естественно, все ткани с пропиткой. Воду отталкивают. Но это не полиэтилен, друзья. В итоге она намокнет. Но на это уйдет какое-то время. Вы успеете за это время дойти до дому. Сейчас сумочку чуть-чуть в стороночку уберу. Сейчас мы к ней вернемся. Так, давайте посмотрим на козырек. На его размеры. Где это у нас тут замочек? Вот там замочек. Так, это у нас нет. Это у нас не то. Думал, еще одна секция есть. Так, опускаем. Все, опускаем. И смотрим, что мы имеем. Вот, полностью в сложенном виде. Это, друзья, дополнительная секция. Она под замочком. Ее можно закрыть, если вдруг надо. Соответственно, то, что я сейчас замочек открывал, это вот эта часть. Она полностью съемная. И снизу сетка, чтобы можно было проветривать ребенку. Летом тоже все это работает. В общем, вот такое у нас полностью лежачее место. Как по мне, опять же, не успели замерить. Но то, что я вижу, где-то 175 градусов. Прекрасный показатель. Как по мне, на вид 175. Может быть, 170. Точная информация по ссылке внизу в описании. Эта коляска добавится у нас на сайт. И там можно будет все это посмотреть. Так, когда мы хотим посадить ребенка. Здесь практически капитанская посадка. Вот так вот. Здесь все пластиковое. Здесь прорезиненное. Все это можно чистить, мыть. Капитанская посадка. Почти вертикальная. И с очень приятным тактильно матрасиком в комплекте. Я бы его не снимал ни при каких обстоятельствах. Он реально мягенький, комфортный. Делает посадку ребенка более комфортной, мягкой. Так, пятиточечные ремни. Мягкая накладочка есть на плечевой зоне. На паховой, к сожалению, нет. Есть перемычка. Вот такая вот. Без проблем. И бампер у нас откидывается в сторонку. И убирается вниз для удобной посадки ребенка. Видите, он такой коричневый, нынче модный. Цвет эко-кожи. Все оббито. Все здорово. Так, ручка. Давайте посмотрим на ручку. Вот так вот. Вот у меня 186 сантиметров рост. И вот он диапазон регулировки. Для очень сильно маленьких людей. И для очень высоких людей. Здесь каждый родитель подберет под себя высоту. Как по мне, отлично. Вы заметили, да, какая плавность хода. И что он классно в обе стороны. Видите, перегиб идет. Она реально стерет дорогу. Вот просто кайфово. Этой особенность классический храм. Для любителей вот так вот качать ребенка. Чего я очень не советую. Вот. Вот так качать постоянно ребенка. Мне кажется, что нужно вперед-назад водить. Вопросов нет. Но вот так болтать, то такое. Но для таких любителей здесь идеально подойдет амортизация. Видите, как она сделана. Вот. Ну, собственно, раз уж про амортизацию заговорил, давайте мы про шасси поговорим. Единственное, перед этим я покажу вам сумку. То я забуду случайно, да. Здесь именно сумка, не рюкзак. Видите, нету на плечо возможности повесить. Также замки герметичные, спрорезинены. У нас здесь мягкий пледик, москитка, дождевичок, инструкция. На миллион языках на досуге можно почитать. В общем, сумочка стилевенькая. Можно даже гонять с ней и просто так. Не обязательно с коляской. Еще будет у вас в гардеробе одна сумка. В общем, друзья, давайте посмотрим на шасси. Как раз таки вот то самое крутое шасси, которое многие олдскульные ребятушки любят. Четыре колеса неповоротные. Когда мы поворачиваем, нам нужно нагрузить заднее колесо, заднюю ось. И тогда приподнимется переднее и все, мы поворачиваем. Как танк вот поворачивает. Соответственно, здесь тот же самый эффект. Немножко, я думаю, некомфортно при этом ребенку. Но уверенно, вы чувствовать будете себя везде. Едет она реально как танк. Так, чего мне здесь нравится? Это у нас багажник полностью металлическая жесткая сетка. Можете сюда кидать сколько угодно, чего угодно. Эта вещь не прорвется, не протрется. Ничего с ней не случится. Ну, естественно, если вы там жестко не перегрузите. Вот, собственно, четыре амортизатора. Видите? Очень-очень большой ход, мягенько, все хорошо. Четыре надувных колеса. Именно надувных с камерой. Поэтому это дает нам еще более тихий и мягкий ход. Вот, и вот такая здоровая у нас педаль тормоза. Как по мне, хорошо. Вот, собственно, давайте сейчас попробуем эту конструкцию сложить. Посмотрим, как она в сложенном виде. В данном случае я рекомендую снять блок. И так складывать. Потому что конструкция и без этого немаленькая. Поэтому берем вот так вот. И опускаем. Давайте проверим вот эту штуку. Можно сделать вот так вот. Нет, нельзя, к сожалению. Вот так. Это максимум, да. Ну, собственно, да. Как я сейчас и сложил. Вот что мы имеем. Можно сейчас, в принципе, взять и поставить сюда прогулочный блок. Там выпрямить его. Но это будет здоровая конструкция. Поэтому в данной конструкции я бы рекомендовал все-таки блок убирать отдельно. Шасси ставить отдельно. Но преимущество в чем? Как по мне, все колеса внизу. Она на них стоит. Можно покатить ее, как чемодан, в конце концов. И это не пачкает никак коляску. Она нигде с ней не соприкасается, в конце концов. Вы ее, скорее всего, даже отдельно уберете. Поэтому с этим можно жить. Ну, а подходит ли вам размер или нет, тут уж, друзья, смотрите сами. Потому что все это настолько индивидуально. В общем, кому эта коляска? Старая школа. Обычно люди постарше приходят, когда бабушки с дочерьми или с сыновьями к внучку выбирают. Они все такую хотят. Вот, пожалуйста, хорошо. Для тех, кто живет за городом, брусчатки, корни деревьев, парки, преимущественно, когда прям плохая очень дорога, этот вариант даже, наверное, будет чуть попредпочтительнее, как по мне. Ну, и на других прекрасно можно жить, заблокировав передние колеса. Собственно, тут каждый решает для себя сам. Но посмотреть вы можете у нас в сети магазинов. У нас по России много магазинов. Ссылочка будет внизу в описании, друзья. Поэтому приезжайте, смотрите, щупайте, сравнивайте с другими. Вопросы остались? Пишите в комментарии, я на них отвечу. И напоминаю про другие площадки. Тоже подписывайтесь на них. Ну, а вам хорошего выбора. До свидания.